Друзья, приветствую! Сегодня наш обучающий видеоразбор будет посвящен произведению, которое написал композитор Гершвин, Джордж Гершвин. Это его известная композиция Summer Time, летний ритм. Давайте для начала я разочек сыграю эту мелодию, а потом мы вместе с вами ее по полочкам разложим, основные моменты для того, чтобы вам проще было ее играть на гитаре, если она вам понравится и захочется вам ее разучить. Субтитры сделал DimaTorzok Ну повторять мы не будем, она еще разочек повторяется. Это вся мелодия за исключением вступления. Давайте я покажу, как выглядит сама мелодия. Вот таким вот образом. Здесь у нас есть реприза. Как раз таки вот этот вот значок говорит нам о том, что нам нужно будет повторить мелодию вот отсюда. То есть мы сначала играем, потом от этого значка играем, играем, играем до сих пор. Отсюда возвращаемся. Но чуть позже мы об этом чуть-чуть подробнее поговорим. Хорошо. Теперь первым делом, на что нам нужно обратить внимание, когда мы разбираем композицию. Как правило, это размер. В нашем случае размер у нас 4 четверти. Это означает, что в каждом такте, который мы играем, такт это маленький отрывок музыкального произведения, который отделен от соседнего отрывка тактовой чертой. Вот у нас тактовая черта, вот у нас тактовая черта. Но в табулаторе эти черточки дублируются. Все, что находится между этими тактовыми черточками, вот это называется тактом. Это у нас получается первый такт. Дальше между этими черточками это у нас второй такт, третий такт, дальше пойдет четвертый такт и так далее. Так вот, в каждом такте у нас с вами должно быть ровно 4 доли. Вот этот значок четыре четверти говорит о том, что нам нужно считать раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Почему именно таким образом я дроблю такты? Дело в том, что в одну четвертную ноту, если мы вспомним длительность, помещаются у нас две восьмых ноты. Давайте я напишу. Вот у нас одна четвертная нота. Она состоит из двух восьмых нот. Можно их соединить одним ребром. Когда у нас две ноточки восьмых рядышком находятся, они соединяются ребром. Если у нас одна ноточка восьмая по отдельности, она пишется вот так вот. Вот у нас получается эта восьмая нота. И вот это тоже две восьмых ноты, потому что они рядышком находятся, их можно соединить одним ребром. Так вот, сейчас я сотру. У нас, так как размер четыре четверти, мы смотрим. Восьмая пауза, восьмушка. Поставили как бы условную линию. Вот две ноточки у нас поместилось в первую долю. Здесь у нас бас. Дальше опять восьмая нота и восьмая пауза. Снова мы ставим с вами такую условную линию. Она краски в табулатории тоже захватывает условно две ноточки. Вторая доля. Здесь у нас восьмая пауза, восьмая ноточка. Ставим условную линию. Вот она у нас в табулатории тоже две ноточки захватывает. Это третья доля. И остается восьмая ноточка и восьмая пауза. Вот у нас наша четвертая доля. Дальше такт закрывается и аналогично мы с вами разбиваем все очередные такты. Две ноты, две ноты, две ноты и две ноты. Вот получилась первая доля, вторая доля, третья доля и четвертая доля. И так далее уже до конца произведения. Каким образом это на слух воспринимается? Давайте я наиграю. Ну пока может быть не все, определенный фрагмент, чтобы более-менее было понимание, как нам читать. Мы читаем раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И снова обновляем раз, два, три, четыре. И снова раз, два, три, четыре. И дальше играем уже, ну рисунок у нас немножко там поменяется в плане акцентов, но и продолжаем считать на четыре доли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И так далее. То есть понятно, да, каким образом мы разбиваем с вами каждый такт. Теперь, помимо того, что мы разбиваем на четыре части каждый такт, на четыре доли, нам нужно обязательно иметь в виду, что в данном случае мы играем композицию стилем, который называется свинг. Мы свингуем каждую долю. Это говорит о том, что из двух соседних ноточек, давайте мы опять-таки возьмем карандаш в руки. Вот у нас получается, что первую ноту, вот здесь более очевидно, мы ее тянем, в табулатуре, если посмотрим, да, она у нас длинная играется. Следующая нотка короткая. Условно обозначим длинную ноту черточкой, а короткую точкой. Следующий у нас фрагмент. Длинная ноточка, короткая. Снова длинная, короткая. Длинная, короткая. И так далее. Длинная, короткая. Длинная, короткая. Длинная, короткая. Длинная и короткая. И так далее. Если говорить совсем просто, если мы начинаем с длинной ноты, то следующая будет короткая. И дальше уже постоянной чередой. Длинная, короткая. Длинная, короткая. Вот обратите внимание. И так далее. Вот. Такой способ игры называется свинг. То есть мы свингуем соседние ноточки для того, чтобы вот этот специфический получился у нас ритмический рисунок. Если мы не будем свинговать, у нас будет банально звучать раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и пропадет вся изюминка, которая у нас получается за счет сдвинутого вот этого немножечко ритмического рисунка. Следующий очень важный момент. Мы обращаем внимание на количество партий в мелодии. В данном случае у нас два голоса или две партии в партитуре. Одна партия это ноты, у которых штили направлены вверх, и другая партия это ноты, у которых штили направлены вниз. Это мы можем проследить на протяжении всех композиций. Вот мы видим, что есть ноточки, у которых направлены штили вверх. Вот в частности, да, вот эти вот ноточки, вот у них штили вверх направлены. Вот так вот это все. И, кстати, вот эта нота целая, несмотря на то, что она не имеет штиля, она относится к первому голосу, потому что у нас есть еще с вами второй голос. Вот у второго голоса у нас все ноты направлены штилями вниз. И в данном случае мы с вами играем первый голос с одной подачей звука, второй голос с другой подачей звука. Я имею в виду силу щипка правой руки. Если мы берем с вами вступление, то у нас здесь будет с вами превалировать второй голос. Вот эти вот ноточки басовые. Представьте себе, что вы слушаете джаз-банд, такую джазовую группу или блюзовую. И, как правило, там присутствует басист на контрабасе, который играет бом. Бом, бом, бом. И вот здесь вот мы как раз-таки отдаем предпочтение именно басовой партии во вступление. Вот задаем ритмический рисунок такой. А потом дальше у нас с вами вступает в силу уже мелодическая линия. И так далее. Вот здесь мы уже будем отдавать предпочтение первой партии. И, соответственно, вторая партия басовая, она сливается вместе вот с этим аккомпанементом и должна звучать чуть-чуть потише. И так далее. Слышите, у нас первый голос, первая партия сразу вышла на передний фланг, а басы мы как бы сдвигаем немножечко подальше, чтобы они выступали в качестве такой гармонической, ритмической поддержки. Каким образом еще можно сказать, что проще высчитывать счет на свинг? Мы каждую долю с вами разбиваем условно на триольку, триоль это когда у нас в одну долю попадает три ноты, на один удар мы играем три ноты, в данном случае мы с вами, я сделаю паузу, друзья я сделал вынужденную паузу, потому что меня замучила аллергия на амброзию, сейчас немножко пришел в себя, продолжаем с вами работать над мелодией, разбираем ее, чтобы репетировать качественно. Мы говорили с вами о триолях, триоль исполняется на одну долю в виде трех ноточек, поэтому она так и называется, но свинг он имеет определенную свою специфику, мы с вами когда играем триольками, мы считаем следующим образом, на одну ноту мы считаем раз, два, а на следующую ноточку, на вторую мы отводим только три, сейчас я поясню подробнее, все будет понятно. Это у нас закончилась с вами первая доля, дальше начинается вторая доля, мы на вторую долю про себя считаем раз, два, как бы две единицы времени отводим, а на следующую ноточку три, дальше разбиваем, вот у нас пошла третья доля, давайте мы сразу разобьем. Мы считаем здесь раз, два на эту ноточку, а на следующую ноту отводим три, аналогично здесь раз, два, сюда мы отводим три. И что у нас в итоге получается, помните мы говорили про тире и точку, как раз таки вот этот вот вариант счета внутреннего, он поможет грамотно исполнять свинг. Так, раз, два, три, 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 и так далее, два, три, раз, два, три, тире, точка, тире, точка, тире, точка, тире, точка, тире, точка, и так далее. И мы про себя считаем, когда раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. И так далее Раз, два, три, раз, два, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот таким образом исполняется у нас свинг. Теперь по поводу, хотел еще сказать, синкоп. вот в данном такте это особенно очевидно давайте так сделать чтобы по центру экрана у нас был вот речь идет про этот такт здесь у нас с вами происходит какая ситуация карандашик мы считаем на первую но точку 1 2 щипаем дальше 3 здесь у нас триоль уже с вами готова тут не особо думать и не нужно потому что вот эта цифра 3 она как раз и говорит что вот эти три ноты мы все вписываем во вторую долю у нас первая только будет 10 она проходит это у нас получается вторая доля здесь у нас будет третья доля и вот останется четвертая на третьей доли обратите внимание на длительности вначале идет восьмая но . потом четвертная следовательно здесь мы считаем с вами 1 а сюда 2 3 переносим а в следующей доли мы считаем на первую ноту 1 2 и только на последнюю переносим 3 поэтому у нас будет также часть следующего 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ну и далее пойдет у нас следующий такт это то что касается триоли у нас есть похожий так там дальше если будете разбирать по ноточкам у вас встретиться еще один немаловажный нюанс это лиги тут у нас тоже несколько лиг присутствует в этой композиции лиги это такие дуги вот такие вот линии изогнутые вот у вас здесь начинается на следующую строчку вот у нас залегованные ноточки вот залегованные ноты вот залегованные ноты но и так далее там дальше тоже по тексту эти ноты присутствуют они означают что нам нужно щипнуть вот эту ноту и продолжать тянуть ее когда звучат ноты которые уже вот находятся над залегованной ноточкой то есть мы щипаем эту ноту но когда видим вот такой вот текст нотный играем только эти ноты а эту ноту продолжаем держать она у нас тянется аналогичная ситуация это у нас второй голос а вот здесь вот у нас такая же ситуация с первым голосом связана мы начинаем ноту играть в конце этого такта вот щипнули эту единичку но туда и в следующем такте мы ее не щипаем вот она в скобочках здесь она залегована мы ее продолжаем тянуть играем только бас аналогичная ситуация здесь мы щипнули эту но . она звучит второй раз ее щипать вот здесь уже эту двоечку не нужно она у нас только вот здесь вот звучит вот послушайте как у нас это будет выглядеть начну вот с этого такта вот с четвертого такта и отмечу когда у нас будет с вами лига играем четвертый такт вот обратите внимание что я щипнул сейчас вот эти две ноты реля вот они а первый палец я его не снимаю вот сейчас я покажу вот мы с вами эту ноту держим 1 2 и продолжаем тянуть эти две ноты щипнули а две стороны а здесь мы с вами продолжаем пальчик держать хорошо переключаемся на следующий фрагмент вот играем отсюда сейчас и когда у нас это лига будет вот здесь я тоже отмечу вот отсюда она будет эта нота залегована сюда начинаю играть вот от этого нолика видите да у нас получается нота до продолжает звучать с предыдущего такта еще раз мы ее не щипаем и не снимаем она должна у нас прозвучать это относится ко всем литам следующий момент на который стоит обратить внимание в этой композиции это слайды слайды как правило обозначаются вот такой вот линией которая соединяет у нас ноточки вот так вот вот и обратите внимание что все эти ноты мы играем одним и тем же пальцем вот двоечку вторую мы зажали потом мы двигаем опять и опять то есть все играем вторым пальцем давайте я сыграю в контексте например ну начнем с вами да давайте вот сначала строчки от этого нолика сыграли второй слайд и опять слайд понятно да слайд это когда мы вот так вот пальцем не снимая со струны скользим и поехали вот дальше будем с вами играть хорошо это то что касается слайдов я думаю что мы уяснили себе этот момент еще один нюанс на который я хочу обратить внимание в этой композиции это фирма то фирма то это вот такой вот значок вот он как глаз как будто глазик такой фирма то означает что мы эту ноту можем протянуть длиннее чем только одна доля помните мы разбивали по долям каждый такт и говорили что вот у нас первая доля есть очень простите слишком крупно мы говорили что у нас есть с вами первая доля что у нас есть вторая доля третья доля и И четвертая доля. В данном случае, когда у нас есть фермата, мы эту долю можем протянуть дольше, чем все предыдущие ноты. Ну, в соотношении с предыдущими. Давайте я в контексте сыграю вот отсюда, например, с этих двух ноликов. И потом переходим на следующую строчку. Еще раз. И как бы зависли, вот подкинули какой-то предмет, он немножко в обмахе повисел и падает. Вот мы повисели. И переключаемся уже на следующую фразочку, на следующий такт. И заключение. Еще один нюанс. У нас вот такой вот значок, когда две линии и две точки. Означает, что от этого момента нужно нам повторить фрагмент, который начинается со значка в зеркальном отражении. Вот такой вот значок. Две линии и две точки. Следовательно, мы когда начинаем исполнять эту композицию, мы играем вот эту строчку до сих пор. Это у нас вступление. Дальше пошла основная часть. Играем, 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 играем. Добрались вот до сих пор. И отсюда мы с вами перепрыгиваем вот сюда. И снова играем до самого конца. А потом, когда уже отыграли, сразу прыгаем на заключительный такт. В нашем случае это будет... Ах, там не видно, да? Сейчас, секундочку. Вот так вот мы сделаем. И у нас получается, что звучит последний аккорд. Хорошо. На этом, я думаю, будем с вами закругляться. Спасибо, что побыли со мной на этом обучающем видеоразборе. Если вам мелодия понравилась, есть ссылка под этим видео. Можете табулатуру скачать, набрал ее для вас. Занимайтесь. Всего доброго. Здоровья, добра, мира. И всех благ. До новых встреч.